Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. А в нашей студии Игорь Борисович Власов, начальник штаба управления МВД России по Рязанской области. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер еще раз. Говорим мы с вами о госуслугах. Хочется понять, чем ваши госуслуги отличаются от тех, к которым привыкли. Да, в общем-то, если брать вообще сферу государственных услуг, то по большому счету они не отличаются ничем. Регулируются одним и тем же законодательством, одним и тем же указом президента определены задачи для государственных органов о том, чтобы сокращать время ожидания предоставления госуслуг, повышать их качество и делать максимально возможное для того, чтобы граждан, которые обращаются за этими услугами, было их получать комфортно в комфортных условиях, но и с минимальными затратами времени. Так как это происходит все-таки? Комфортность заключается в чем? И какие вопросы чаще всего беспокоят наших горожан? Ну, компетенции органов внутренних дел отнесено четыре направления, по которым мы предоставляем государственные услуги. Вообще в перечне их там 36, но четыре основных направления, загруппированы они. Первое направление, и очень востребованное, это государственные услуги, связанные с предоставлением информации из персональных учетов граждан. То есть это справки о наличии и отсутствии судимости, это архивные справки из наших архивов, вопросы, связанные с реабилитацией жертв политических репрессий и постановка о визах. Это услуги оказывает информационный центр ОВД, но при этом, скажем так, перечень адресов, где можно обратиться. То есть это не только площадь Мичурина, там наш официальный адрес Веденского 106, но еще целый ряд адресов. Еще большое важное направление, и это исключительно компетенция органов внутренних дел, и такую услугу ни один другой государственные органы и муниципальные не оказывает. Это вопросы, связанные с оборотом оружия гражданского и частной охранно-детективной деятельности, и вопросы, связанные с представлением граждан в этой сфере, так сказать, разрешительных документов и контроля в этой сфере. Ну, третье направление тоже очень востребовано, автомобилистов у нас много, скажем так, если брать автопарк, каждый третий гражданин имеет автомобиль. Ну, иногда бывает плотности выше. Соответственно, по линии Государственной инспекции безопасного дорожного движения, точно так же представляются государственные услуги, связанные с допуском права управления транспортными средствами, связанные с регистрацией транспортных средств, связанные с предоставлением информации о наличии неоплаченных штрафов, ну и как бы все вопросы, отнесенные к этой отрасли. Еще четвертую услугу, про которую обычно забывают, это добровольная дактилоскопическая регистрация. В ряде случаев она необходима для совершения каких-то действий, то есть это как бы законодательно рекомендовано пройти, особенно если, допустим, граждане выезжают куда-то за границу и так далее. А для чего? Дело в том, что дактилоскопическая регистрация позволяет отождествить личность человека по пальцам и отпечаткам. Нет, это понятно, вот формально понятно, вопрос там для чего? А вот при выезде за границу, ну бывает, конечно... Забыл документы? Что называется, дай бог здоровья каждому, но бывает чрезвычайная ситуация, там, телевизор смотрим, там, или дорожное происшествие, или же какая-то стихийная бедствия, от этого, к сожалению, никто не застрахован. Но вот наличие такой информации позволит, как бы, отождествить личность человека, потому что бывают люди, там, в тяжелом состоянии, а родственников не могут уведомить, потому что надо, как бы, выяснить. Когда вы идете где-то на пляж, они всегда берете с собой паспорт. А какое количество людей вот этим заинтересовало? Все-таки вещь такая двоякая. Кто-то хочет, наоборот, быть, оставаться незамеченным. И в какой-то мере, наверное, в этом есть доля смысла-то. Ну, с одной стороны, да. Есть определенные категории, которые, конечно, очень бы не хотели быть замечены, чтобы их, так сказать, отпечатки пальцев хранились у нас в наших архивах. С другой стороны, у нас очень большой перечень, он постоянно расширяется гражданам, которые обязаны проходить дектрилоскопическую регистрацию. Это, допустим, военнослужащие по призыву, это вообще военнослужащие по контракту, это ряд должностей государственной службы, правоохранительные органы. То есть, перечень с каждым разом растет, и это связано, прежде всего, с тем, что мы постепенно переходим на новый формат документов, то есть, как весь цивилизованный мир. И, соответственно... На электроны вы имеете в виду? Электроны, да, и с биометрическими параметрами. А популярный рисунок, так же, как и сетчатка глаза, это как бы уникальные носители информации, которые предоставляют право доступа там, вплоть до того, что в ближайшее время планируется запуск в серию, вот уже анонсировано, и даже не запуск в производство, а в продажу, там, замков с доступом по пальцевому отпечатку. То есть, очень удобно. Не надо носить ключи, вы пришли, прикоснулись к сканеру и пользоваться этим. За кадром вы сказали, что у вас исчезла подача заявления о совершении преступления, так как это и есть ваша прямая обязанность. Вот что с этим поменялось? Ну, некоторое время назад, причем это на протяжении двух лет, эта функция органов внутренних дел была отнесена к сфере государственных услуг. Хотя, фактически, это ежедневная работа, обязанность правоохранителей, в принципе, любого правоохранительного органа, не только органов внутренних дел. Соответственно, количество обращений, объем заявлений очень большой. И, собственно, единственное, что можно, скажем так, с точки зрения логики самой сферы государственных услуг, это время подачи заявлений, обращений по телефону или в устной форме, лично, письменно. В остальных же, но в дальнейшем, собственно, сама государственная услуга на этом и заканчивалась, потому что есть процессуальные сроки, есть сроки рассмотрения предварительного материала. Вот я, кстати, хотела спросить, те, кто хотя бы раз получал, например, загранпаспорт, знают, что там есть определенное количество времени. Если мы чуть-чуть это время потеряли, то мы можем не успеть сделать все в срок. Какие-то параметры временные могли бы назвать? Ну, временные параметры, в принципе, для каждой государственной услуги – это время ожидания до подачи заявлений не более 15 минут. То есть, поэтому и задача каждого государственного органа или муниципального органа – это как раз создать все эти условия, чтобы гражданин, придя, не затрачивал лишнее время, а мог обратиться к специалисту, в нашем случае к сотрудникам. Для чего? Для того, чтобы в минимальный срок, собственно, время ожидания гражданина. Далее в каждом случае действует административный регламент. То есть, есть государственные услуги, например, как предоставление информации о наличии и отсутствии штрафа, допустим, по линии госавтоинспекции. Ну, там, собственно говоря, услуга происходит мгновенно, потому что, обратившись к сотруднику в госавтоинспекцию, он по соответствующей базе данных просматривает и сообщает результат. А есть услуги, допустим, вот та же самая вот выдача справок о наличии и отсутствии судимости, регламент установлен в месячный срок, потому что требует наведения, собственно, этих справок по различным учетам. А единая база какая-то существует? Да, она существует, но, тем не менее, все равно временные рамки на обработку, на то, чтобы обратиться к базе, получить от нее отклик, подготовить документ, оформить его соответствующим образом, подписать его у полномоченного должностного лица. Это, как бы, достаточно большой промежуток времени, тем не менее, у нас вот сейчас, ну, в принципе-то, вот, думаю, вот именно со справкой о наличии и отсутствии судимости мы ситуацию-то вот за последнее время серьезно подрегулировали. Ускорили процесс? Да, мы ускорили процесс, ввели ряд технических новшеств в этом направлении. Раньше у нас проблема была, очень большая очередь единовременно приходящих граждан, то есть, скажем так, начинается предоставление услуги, условно говоря, с 9 часов, хотя фактически в 8.30 даже есть, никогда начинают предоставлять, специально, чтобы граждане могли прийти в удобное время. Да, и выстраиваться очередь, потому что все хотят побыстрее, все у нас хидрые и умные. Все хотят по-умному, да. Да, прийти пораньше, чтобы быть первым. Чтобы подольше постоять. Да, и первых набиралось очень много народу, поэтому мы сначала увеличили количество дней приема, то есть, мы сейчас фактически, кроме воскресенья, в остальные дни принимаем заявление граждан на выдачу справки. Мы совместно с МФЦ заключили соглашение, сейчас у нас справки выдаются во всех функциональных центрах. Первый был на улице Почтовый, дом 61, и большая часть справок, кстати, там выдается. А приходить к вам все-таки обязательно, или можно зайти на какой-то сайт, сделать запрос и дальше уже ожидать почтальонок? Ну, здесь, можно сказать так, существует масса возможностей. То есть, можно обратиться лично, то есть, прийти с заявления, взять с собой паспорт, в зависимости от услуг, там есть перечень, в регламентах они все определены. Ну, если конкретно брать выдачу справок, то по себе достаточно иметь паспорт. Обратиться лично в любой орган внутренних дел, территориальный, любое подразделение наше. Обратиться в любой МФЦ, ну и, соответственно, в управление на улице Веденской, дом 106, площадь Мичурина, как бы географически. И, соответственно, этого будет достаточно. Можно обратиться письменно, по почте, то есть, направить почтовые уведомления. Можно воспользоваться порталом государственных услуг, Единый, требует регистрации, но зарегистрировавшись один раз, вы получаете доступ ко всем государственным и муниципальным услугам. То есть, тоже очень удобная форма обращения, то есть, не только к нам, но и в другие органы. Ну и, наконец, у нас есть наш официальный сайт, есть рубрика приема обращений граждан, то есть, можно обратиться туда. Единственное отличие, вернее, но завершается процедура, в любом случае требуется все равно личного обращения, либо обращения доверенного лица. То есть, документ, учитывая, что там персональные данные граждан, выдается лично на руки заявителю, либо его доверенному лицу. При этом, должен быть оригинал заявления, если, допустим, он направлялся электронной почтой или обычной почтой. И, ну, это реально доверенная доверенность о том, что вот именно конкретно, там, Иванову Ивану Ивановичу гражданин Петров доверяет получить справку о наличии и отсутствии судимости. Это вот такое маленькое ограничение. То есть, мы не высылаем почтой ответ, потому что мы должны быть уверены, что это именно тот гражданин, который запрашивает информацию о себе лично. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши с вами советы телезрители услышали. Это была программа подробностей. Если вы сегодня что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова